Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед об оперативно-розыскной деятельности. И в студии вместе со мной, известным вам уже человеком, вновь Олег Валерьевич Викулов, адвокат с 15-летним стажем, в прошлом прокурорский работник, ну и специализируется Олег Валерьевич именно на уголовных делах, о тех преступлениях, в которых, в делах, в которых используются результаты УРД. Мы с вами продолжаем тематику о самых гибельных, как мы их назвали, нарушениях закона, связанных с УРД. Это отсутствие оснований и провокационно-пострекательская деятельность или провокация. Коллеги, напомню о том, что, если кто-то еще не в курсе, хотя это совершенно очевидные вещи, дело в том, что у нас провокация, провокация по делам о наркотиках и провокация по делам о взятках, это фактически одно и то же. Значит, приведу вам разъяснение Пленума, постановление Пленума Верховного Суда, уже неоднократно нами приведенное, от 9 июля 2013 года, номер 24, о судебной практике, белом взяточности и об иных коррупционных преступлений. В пункте 34 говорит, что от преступления, предусмотренного статьей 34, следует отграничивать действия сотрудников правоохраны, спровоцировавших должностного лица, на принятие взятки или предмета подкупа. Указанные действия совершаются в нарушении, помните, статьи 5 Федерального закона ОБРД, и состоят в передаче взятки с согласия или по предложению должностного лица, заметьте, то есть провокация может быть даже по предложению должностного лица. Когда такое согласие, либо предложение было получено в результате склонения этих лиц к получению ценностей, при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение не возник бы и преступление не было совершено. Этот пункт в редакции, кстати, от 24 декабря 2019 года, то есть буквально 3 месяца назад. Обратите внимание, коллеги, что совершенно аналогичное требование содержится в разъяснении Пленума Верховного Суда от 15 июня 2006 года о судебной практике по делам о наркотиках, 15 июня 2006 года, номер 14, о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами и т.д. Итак, результаты оперативно-рискнового мероприятия могут использоваться в доказывании по делу, если они получены и переданы органу предварительного следования и суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют, внимание, о наличии, опять-таки, у лица, то есть бытчика, умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-рискную деятельность. Таким образом, к чему я это привел? Все примеры, которые мы будем рассматривать по делам о наркотиках, практически идентичны с точки зрения выводов для адвокатов-защитников и для следователей с точки зрения аргументации о незаконности, о допущенных нарушениях федерального закона об ОРД и т.д. Вот почему, уважаемые коллеги, мы с вами сейчас перейдем к анализу конкретных решений российских судов, где вступили в законную силу оправдательные приговоры, уголовное преследование прекращено именно по основаниям, связанным с нарушением закона. Опять-таки, нашим гибельным основанием для ОРМ и провокация. Итак, к примеру, определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 7 декабря 2010 года, номер 50, дефис Д-10, дефис 22. В ссылке в описании мы проведем этот судебный акт. Итак, дело о наркотиках. Олег Валерьевич, напомните, пожалуйста, в чем там фабула? Мы с вами вместе анализировали этот документ. Вернее, уж сколько раз мы его с вами анализировали. Если коротко, то фабула заключается в том, что проводилась оперативная закупка. Да, оперативно-расследовательное мероприятие, проверочная закупка. И в данном случае суды, все суды разных инстанций, усмотрели состав преступления. Верховный суд России в тонну его ценность, что это именно решение высшей инстанции не согласился. В кассационном порядке, да? Да, в кассационном порядке. В той старой кассации. В кассационном порядке отменил решение и полностью дело прекратил. Решение уникальное, прежде всего, тем, что много на самом деле таких постановлений судебных, которые бы касались частичного прекращения, когда отдельные эпизоды исключались из объема обвинения по результатам проверки приговоров суда, апелляционных определений. Но здесь суд сделал вывод о том, что вся проверочная закупка, а не по какому-то конкретному эпизоду, проведена была незаконно именно по тому мотиву, что была допущена провокация. Прочист, да, провокация. Провокация. И опять-таки, и связанное с ними отсутствие оснований для проведения. Да. Давайте прокомментируем. Как там фабула, Олег Валерьевич, напомните? Фабула. Там можно зачитать то, что вы считаете нужным. Ну, вы имеете в виду суд, что сказал именно Верховный суд, да? Ну да. Как он это увидел? Ну да, совершенно верно. Так, ну, сразу начну с самого главного. Суд Верховный сказал о том, что незамеющийся среди рассекреченных результатов ОРД заявление К, это то лицо, которое, по информации которого проводилось, проверочная закупка. Совершенно верно. Который сам непосредственно принимал участие в проведении. А осужденный это гражданин Лукьянчик. Да. Следует, что он выразил желание добровольно оказать помощь сотрудникам милиции в изобличении сбытчика наркотических средств. То есть стал полицейским информатором. А именно парня по имени Слава. Каких-либо сведений о том, что указанный им парень занимается сбытом наркотических средств или готовится это сделать, заявление не приведено. Более того, из показаний свидетелей, когда в суде на седание усматривается, что знаком он с Лукьянчиковым около двух лет. Вместе с ним употреблял наркотические средства марихуана. Зная, что Лукьянчиков употребляет наркотические средства, решил помочь сотрудникам милиции в изобличении сбытчика. Сказал, что Лукьянчиков курит и может помочь в приобретении. Однако о том, что Лукьянчиков ранее кому-либо продавал наркотики, ему неизвестно. Выступая в роли покупателя при проведении проверочных закупок, он неоднократно настойчиво звонил осужденному, прежде чем договориться с ним о продаже марихуаны. Он попросил Лукьянчикова взять и для него наркотики, когда тот будет приобретать их для себя. Итак, Лукьянчиков очевидно, что по меньшей мере преступление, связанное с незаконным приобретением хранения, может быть и совершил, вероятно. Хотя человек оправдан в этой части, в целом он оправдан. Но даже признаки того, что человек совершил другое преступление, взаимосвязанное с тем, за что он был осужден, то есть за сбыт он был осужден у Лукьянчиков, не является надлежащим основанием для проведения ОРМ в целях изобличения этого самого Лукьянчика в сбытии наркотического средства. Но здесь еще один важный момент. Вообще уникальный момент. Нам давным-давно Европейский суд по правам человека говорил, и Конституционный суд продублировал, скажем, в некоторых определениях своих постановлений, о том, что результаты оперативно-рискнового мероприятия, таких вот мероприятий, как проверочная закупка и оперативный эксперимент, они должны не только иметь основания для проведения, но еще эти основания должны подтверждаться, должны соответствовать требованиям проверяемости. И здесь у нас ситуация немного не та, которая давным-давно была, когда в качестве основания приводились какие-то сообщения анонимного агента прямо в постановлении о проведении, допустим, оперативного эксперимента или проверочной закупки. Говорилось о том, что поступили, как это обычно так было раньше, поступили сведения от анонимного, так скажем, агента. Но здесь более того, здесь этот анонимный агент, он по сути был, так скажем, рассекречен. Он был легализован, да. Он был допрошен. Возможно, скорее всего, были засекречены сведения о нем, но, тем не менее, он был допрошен. Тем не менее, Верховный суд России обращает внимание на то, что те сведения, которые он сообщил суду, они не проверялись, непроверяемы были. Ну, мало ли, что он мог сказать. Мало ли, что он сказал. Да, эти сведения, они должны быть проверяемы. Раз уж он содействующее лицо. Да, и никаких, в принципе, препятствий для того, чтобы оперативные подразделения до того, как провести проверочную закупку, проверил эту информацию, этого Лукьянчикова, никаких препятствий не было. То есть он мог провести наблюдение, прослушивание, то, о чем мы говорили. Да, другие какие-то показания, может быть, да? Другие показания, показания других лиц, обследования помещений и так далее, и так далее. Посмотреть, работает ли, не работает ли, более подробно заняться изучением образа жизни, есть ли какой-то источник дохода. И все это, в принципе, в совокупности могло бы дать какую-то информацию, которая бы подтвердила заявление Лукьянчикова о том, что он занимается сбытом наркотиков. Более того, вот обратите внимание, Верховный суд ввел очень интересный прецедент. Давайте будем говорить таким языком, да? Верховный суд прямо указал в этом своем решении о том, что предыдущая судимость, а у Лукьянчикова была судимость за преступление, связанное с наркотиками, но не за сбыт. Даже предыдущая судимость, ну, правда, с учетом того, что она погашена, да, по этому конкретному делу. И так, даже предыдущая судимость не дает оснований полагать, что в данном конкретном случае, по данному этому делу, есть основания для проведения против него ОРМ по признакам сбыта наркотиков. Вот этот уникальный момент. Я думаю, что наши уважаемые господа защитники могут использовать это, если по делам, в которых они участвуют, их подзащитный обвиняется в совершении преступления, которое было раскрыто с почвами ОРМ, а основаниями для таких ОРМ было якобы то, что он когда-то совершил подобное, аналогичное или там смежное преступление, да, даже за которым он был осужден. Это не основание. Я хотел бы дополнить здесь, да, о том, что, вот, я тут не помню, по-моему, значит, в этом решении нет ссылок на позицию европейского, да, суда по правам человека. Но, на самом деле, вот этот момент, на который указывает Верховный суд, он еще значительно раньше был отражен в ряде решений ЕСПЧ, в том числе по делу, значит, по заявлению Веселова и других, и раньше по другим еще делам, ну, которые непосредственно России не касались, да, то есть граждан, жалоба. Здесь, вот как раз, когда ЕСПЧ говорит о проверяемости данных, послуживших основанием для ОРМ, здесь отдельно отражено о том, что сведения о личности самого информатора, его осудимости и склонности к употреблению наркотических средств не являются основанием для, безусловным основанием для, значит... Проведение ОРМ о сбытии, да, так сказать, о сбытии. И вот еще, что мне понравилось в этом решении нашего, то бишь Верховного суда Российской Федерации, что, во-первых, вот обращаю внимание, уважаемые коллеги-адвокаты, это был десятый год, но это как нельзя актуально сейчас. Верховный суд ссылается на саму конвенцию, на нарушение самой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, но не ссылается на решение ЕСПЧ. Это правильно. Я думаю, с учетом того, что мы уже обговорили, о том, что значение, ну, скажем так, субъективное для судей, значение решения ЕСПЧ со временем сейчас будет снижаться, но участником конвенции это Россия и является. И поэтому ссылаться на этот нормативный правовой акт, на мой взгляд, это хороший тактический ход для стороны защиты. Ну, и еще, наверное, в этом решении важно то, что Верховный суд Российской Федерации вновь заклеймил, заклеймил, так сказать, серийные оперативно-ростные мероприятия. Дело в том, что в отношении Лукьянчикова, опять-таки, проводилась серия проверочных закупок, а постановления были однотипные. Новых, надлежащих оснований для каждой последующей и после первой закупки у оперативных сотрудников, видимо, не было. Вот такое интересное решение. Олег Валерьевич, у меня, у меня у кого-то вот какое предложение. Мы как-то об этом даже говорили, и мы вообще всегда в описании к нашим видео говорим о том, что к нам можно обращаться за консультациями. У вас на это хватает времени, я смотрю. Кстати, вы заметили, коллеги, что Олег Валерьевич активнее, чем я, отвечает на вопросы. Так вот, Олег Валерьевич, к нам с вами приходят регулярно вопросы, касающиеся конкретных дел. К счастью ли, к сожалению ли, обращаются в основном только адвокаты, да? А жаль, зря. Если бы оперативные сотрудники обращались, это было бы не менее полезно для них. Итак, найдете ли вы какое-нибудь подходящее к этому случаю вопрос, обращение к вам какого-то адвоката из какого-то региона? Я вам скажу, что обращаются не только адвокаты. Оказывается, я сам с удивлением обнаружил, что у нас и зрители, и из числа тех, кто далек от юриспруденции вообще, в принципе, и от уголовных дел. И ко мне как раз на прошлой неделе обратился один зритель. Вообще не юрист, да? Не юрист. Как интересно. С его братом случилась беда, его задержали, арестовали, предъявили обвинение в сбытии наркотиков. Он попросил у меня консультацию, естественно, сказал, что одно дело просто проконсультировать, скажем, ответить на какие-то вопросы. Если нужна предметная консультация, то, соответственно, неплохо бы взглянуть на материалы какие-то. Понимал, что я сразу предупредил, что, конечно, дело в самом разгаре, только его задержали. Естественно, там какие-то выборочные материалы будут в распоряжении. То есть у нас дело без окончательного правового решения. У нас без окончательного правового решения. Но это дело меня так, на самом деле, впечатлило. Мне направили материалы не больше 20 листов. По сути, это только рапорт оперативного сотрудника, протокол допроса засекреченного свидетеля. Надеюсь, все фамилии мы не будем озвучивать. Мы не будем, да. Кстати, понятно, что подписку о неразглашении с него не брали, товарищ. Ну, нет, это уже информация, она, скажем, раз у брата уже оказалась, то, соответственно, я думаю, тут не засекречено. Но я как бы из интересов просто страны защиты, я не хочу никаких сообщать сведений таких конкретных, даже про место не хочу говорить. Итак, что за фабула какая? Фабула какая? Фабула очень похожая, практически идентичная с тем, что мы сейчас зачитали в решении Верховного Союза. Дело Лукьянчикова. Да. Решение, я повторюсь, с 2010 года. И нам, скептики, у нас есть среди зрителей и скептики, которые говорят, что, ну, в принципе, может быть, достаточно только знать положение статей 75-й, о том, что там является допустимым, недопустимым доказательством, а на все остальное можно махнуть рукой. Да, был такой у нас адвокат, кажется, да? Да. Другие могут говорить, скептицизм свой по-другому, да, проявлять, о том, что, ну, ведь все-таки решение 2010 года, что с тех пор могло, многое, скажем, воды уже утекло, многое изменилось, практика изменилась. Но вот это вот решение, оно как раз как нельзя лучше подтверждает, что... Не решение, а дело. По-кашему дело, да. Да, естественно, материалы эти подтверждают, что, ну, по крайней мере, в отдельных регионах ничего не меняется. Я вам даже скажу больше, что лет 10 или даже больше назад что-то похожее у меня было, вот, похоже, я имею в виду с этим случаем, про который я говорю в моей практике, там, сейчас я скажу, в чем фабула заключается, и тогда человека осудили, моего клиента осудили, но это было очень давно, практика еще, так скажем, тогда другая была. Так, и, значит, здесь фабула какая. Один гражданин решил стать, так скажем, полицейским осведомителем, да. Данные о нем здесь были засекречены, он все подробно расписывает в своем протоколе допросы, как это все произошло, там очень много вопросов, и тут вообще, в принципе, по этим материалам можно отдельно, так скажем, наш видео снять. Ну, вот, то, что касается самого главного, по сути, он являлся, значит, знакомым в течение нескольких лет того лица, у кого он в итоге приобрел якобы наркотическое средство. У подозреваемого. Да, каким-то образом, совершенно случайно, полицейские узнали о том, что он является, значит, его знакомым. Каким-то образом, случайно, полицейские узнали о том, что можно довериться прийти с ним поговорить, потолковать и предложить поучаствовать в проверочной закупке с этим информатором. Назовем его информатором. Он из соображений гражданского долга, да, понятия своего о гражданском долге, он согласился сразу же, и, в принципе, там не прошло и нескольких часов, как он уже участвовал, собственно говоря, в проверочной закупке. Здесь настолько, что мы называем иногда шито белыми нитками, что это на самом деле достаточно просто взглянуть на протокол допроса. Он, по сути, говорит уже о провокации, сам признает, и я сомневаюсь, что это как-то можно будет потом открыть. Сам имеется в виду информатор, полицейский информатор, под действующие лица. Он, по сути, как бы являлся инициатором, да, сообщил полицейским, хотя полицейские к нему пришли уже, видимо, с какой-то информацией, но сведения, подтверждающие эту информацию, пока, по крайней мере, на стадии рассмотрения меры пресечения судом не была представлена. Возможно, что она и появится, не исключаю такое, но сильно сомневаюсь. И в итоге это лицо и поучаствовал в проверочной закупке. Здесь он, ну, опущу все эти детали, здесь он очень подробно расписывает о том, как к нему пришли, предложили, он согласился, его, естественно, осмотрели на отсутствие наркотических средств, взяли... Дали денежку ему. Дали денежку, осмотрели, скопировали эту денежку, посадили его в машину, и тут он звонит, значит, своему знакомому, непонятно... Будущему подозреваемому. Будущему подозреваемому, уже обвиняемому. Позвонил, тот сразу якобы согласился, опять же, вот этих... Согласился, что... Согласился, продать. Продать, да. Но тут, в принципе, уже можно закончить, да? То есть, ну, ты, я тут дословно зачитаю, чтобы... Давайте. Обратите внимание, господа, что эта информация, наверное, может быть полезна не только адвокатам и иным профессиональным юристам, но и гражданам, которые предполагают, что в отношении них совершена или совершаются провокационные действия. К сожалению, такое бывает. Это будет полезно и адвокатам, да, на какие вещи обращались? Да и исследователям, и оперативникам, как нельзя работать. И прокурорам, которые проверяют эти дела и должны надзирать за это. Также давайте. Он пишет здесь, говорит о том, что... Информатор. Да, информатор. Так, по окончании осмотра, имеется в виду, когда его там осмотрели, убедились в отсутствии наркотических средств, после осмотра был составлен акт, в котором также я и все присутствующие лица расписались. После этого я совместно с сотрудниками УНК МВД России определенного одного региона сели в вышеуказанный автомобиль и направились в сторону улицы. Так, так, так. Не показывайте камеры почерк, вдруг кто-то узнает. Почерк такой, что... Из оперативных сотрудников. Я потерял то место, где он говорит, будем ли его искать. Это лишний раз говорит о том, что мы никогда с Олегом Валерьевичем не готовимся специально к этим занятиям, в том плане, что мы по ходу дела, по ходу нашей беседы ставим проблемы, решаем их, если это получается вообще. В ходе движения автомобиля, то есть они уже выехали, почему-то были убеждены, что все получится. Просто даже на таких элементарных вещах, которые с логикой связаны, с элементарной, уже можно задуматься, как так вообще могло быть. Они уже все сделали, уже не было никакой изначальной договоренности о том, что будет продажа этой наркотики, что он будет на месте, может быть, он вообще уехал из этого города. В ходе движения я позвонил мужчине по имени такому-то, который ему по телефону сказал мне, чтобы я подошел к шиномонтажу, расположенному по такому-то адресу, где он сможет продать мне наркотические средства. Ну и так далее. Там крупный размер, да? Крупный размер или особо крупный? Честно говоря, я даже не знаю. Ладно, не суть. Значит, он все это сделал. Ну, здесь, в принципе, больше дальше можно и не читать. То есть мы видим, что звонок первый последовал от закупщика, от полицейского этого агента. Ну, минуточку. А может, до этого у них были переговоры? Здесь ничего про это не говорится. Он все подробно, показания на 6-7 листах, он чуть ли не с своего рождения начал. И все подробно расписывает, как это все происходило. А не появится ли ближе к 217-й новый протокол допроса, с которым он расскажет о том, что... Поэтому я сказал, что в интересах защиты я сейчас не хочу сообщать сведения. Мало ли, может быть, не только из этого города нас смотрят гражданские люди, но еще и те, кто там надзирает. Я чувствую, что вы фильтровали информацию. Да, это первое. Можно я гляну? Да, конечно. Это первое и второе. Я как раз, когда давал консультацию тому лицу, который ко мне обратился, я сказал, что с теми данными, с теми доводами, точнее, которые я сообщил, связанными с нарушениями закона, нужно быть поосторожнее, нужно выбрать удачный момент. Нет смысла сейчас, наверное, об этом заявлять, потому что действительно... Вот, кстати, вопрос. Стоит ли сейчас? Стадия, видимо, дела только возбуждена, гражданин задержан. Я вот самое интересное скажу, что после проверочной этой закупки, как это полагается вообще по тактике проведения ОРД, ОРМ, захвата этого не было. Захвата сбытчика не было, его спокойно отпустили, и еще год как будто искали, разыскивали. Хотя это знакомые, хотя известны места, как говорится, пароли, телефоны, явки, все известно. Но, тем не менее, почему-то что-то мешало год, там нет объяснения, почему так происходило. Ну, вот уже нарушен федеральный закон ОРД, статья 7, ой, цели, часть, статья 2, цели ОРД все-таки выявление, раскрытие, раскрытие преступления. Ну, здесь непонятно, вот с какой целью они дали уйти. Преступление не раскрытие. Все это делают, направляют материалы на следователя для возбуждения. Он возбуждает спустя 4-5 дней буквально. И в следующий раз, по сути, к этому делу возвращается где-то материал, уже формируется там через полгода. Допрос, по крайней мере, этого свидетеля через полгода. Это первый допрос был. Но его, мало того, что его не задержали, нет и аудио-видео записей, подтверждающей, что так оно и было. По сути, все подозрения, все обвинения, оно основано на показаниях исключительно этого агента, засекреченного, на протоколе опознания по фотокарточке. А разве он здесь скречен? А, да, он засекречен. А, еще и вот так называемый этот рапорт, который представлен без всяких... Да, я смотрю на этот рапорт сейчас. Ничего нет. Он не соответствует требованиям инструкции. Он сам не соответствует по форме, и его представление тоже не соответствует. С сентября 13-го. Неважно, что это не рассмотрение дела по существу. Суд, если намерен принять данный документ в качестве доказательства, он должен проверить его законность. Соответственно, он должен проверить на соответствие этого рапорта вообще форме, содержанию, приложением к инструкции. И самое главное проверить вообще, каким образом он появился в материалах уголовного дела. Соответственно, я не представляю, что рапорт может быть принят судом или вообще кем-либо следователем в качестве доказательства без постановления о представлении. Обратим внимание, Олег Валерьевич, простите, у вас перебью. Предположим, что мы сейчас беседуем, общаемся с адвокатом, защитником по этому делу. Вот этого самого гражданина, некоего. В настоящее время идет стадия, видимо, только-только после предъявления обвинения, первичного обвинения. Его буквально... И мера пресечения, видимо, да? Недавно задержали. Только задержали. При следующей закупке или просто задержали? Просто задержали. Просто задержали. Искали, искали и задержали. А на арест представили, нет? Есть информация? И на арест, да, арестовали. Арестовали даже? Вот обратите внимание, адвокат, вероятно... Ну, не будем говорить об уровне квалификации судьи, мы не можем оценивать ее. На каком основании он принял решение в порядке 108 УПК? Это не наш вопрос. Недостаточно данных, да? Но, тем не менее, адвокат, вероятно, мог бы получить этот рапорт, так? В рамках рассмотрения вопроса об аресте, да? Мог бы получить этот рапорт? Его и так и получил. Да, и, значит, протокол, копия протокола допроса. Все это получено при ознакомлении с материалами. И так здесь усматриваются явные, явные признаки провокации и отсутствие оснований для проведения рамок. Я правильно вас понял? Правильно. И все-таки, Олег Владимирович, мы уже неоднократно об этом говорили. Вот если нас сейчас слушают граждане не адвокаты, которые подвигаются риску привлечения к уголовной ответственности, да? Или у которых родственники привлечены к уголовной ответственности. Вдруг у них возникнет воспоминание о том, что вот действительно еще до окончания расследования были все признаки, ну, по материалам дела скопированного, например, да, в рамках ареста, были признаки провокации или отсутствия оснований. Все-таки, Олег Владимирович, а нельзя ли добиться, допустим, принятия желаемого стороне защиты правового решения до окончания следствия? Вы же представляете, человек находится под стражей. Каждый день для него за год. Мама страдает. Родители там, ну, в шоке, да? Ясное дело, приличные суммы тратятся на услуги адвоката. Вероятно, рухнул бизнес. Человека уже уволили с работы. Ему, разумеется, хочется побыстрее, чтобы его освободили от уголовной ответственности. Всегда ли нужно ждать 217-й? При таких вот, в подобной ситуации, как вы считаете? Про все случаи не скажу. Конкретно ситуации. А вот в этом конкретном случае. В этом конкретном случае. Я думаю, что есть смысл подождать. Лучше, наверное, если клиент находится несколько месяцев под стражей, да? Меры пресечения, там, пусть в отношении него в качестве ареста избраны. Боюсь, долго просидит. Чем, ну, как правило показывает, практика показывает все-таки... Ну, если один эпизод, ну, месяцев 3-5 запросто можно. Ну, гадать не будем. Но в любом случае. Что это гораздо все-таки менее тяжкое, так скажем, последствие для клиента, чем угроза наказания, да? По этой статье, по этой части наказание предусмотрено от 8 лет лишения свободы. Да. Соответственно, нужно смотреть, что более выгоднее, да? И, может быть, не стоит рисковать теми доводами, теми, скажем, аргументами, которые, допустим, следствие или следствие с помощью оперативного подразделения попробует как-то восполнить, устранить какие-то недостатки. А это, в принципе, возможно? Очень даже возможно. Да. Поэтому я, как бы, в таких случаях советую, вот в таких именно случаях советую все-таки подождать и ознакомление с материалами дела. Ну, хорошо. Хотя, я подчеркиваю, у меня не то, чтобы другое мнение, Олег Валерьевич. Я все-таки, мне всегда очень жалко людей, когда есть обоснованные сомнения, что в данном случае провокация. Может быть, все-таки попробовать. Помните, в одной из своих лекций, Олег Валерьевич, занятий для адвокатов, которые я проводил, я рекомендовал адвокатам в некоторых случаях воспользоваться полномочиями прокурора. Ну, мы это рассматривали в одной из предыдущих бесед с вами, да? Дело в том, что прокурорам, назирающим за ОРД, при прочих равных условиях, было бы весьма приятно и полезно получить обоснованную, грамотную жалобу, что в рамках ОРД явно нарушены требования федерального закона об ОРД. Это отдельная строка отчетности. Это хорошее прокурорское представление о нарушениях. При прочих равных условиях. Но как-то заручиться, вот обратите внимание, Николай Валерьевич, может ли сторона защиты, в частности родственники, да, и адвокат-защитник, как-то подстраховаться, чтобы адвокат, простите, оперативники не пошли на фальсификацию результатов оперативно-искоро-деятельности? Подстраховаться... Например, все-таки подготовить жалобу, все-таки как-то в устной форме предупредить, а ведь это уголовная ответственность за фальсификацию. Результатов ОРД у нас предусмотрена статьей 303 Уголовного кодекса, да? Фальсификация доказательств результата ОРД. Не сработает, думаете? Не люблю обобщать, но в моем опыте, в моей практике был случай, когда дело, которое, в принципе, трещало, так скажем, по швам, опять же, по наркотику, по сбыту наркотиков, когда оно затрещало по швам, уже на стадии судебного разбирательства оперативное подразделение представило материалы, которые якобы свидетельствуют и это в одном из ответов на вопрос наших зрителей, да? Я приводил примеры, это действительно такой случай был, это более 10 тоже лет назад. Значит, представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что якобы еще до возбуждения дела были представлены материалы, результаты оперативного разыскного мероприятия наблюдения. Ну и якобы в ходе этого наблюдения были выявлены... Оставания. Там важно было для страны обвинения связи установить, и якобы это было установлено. Хотя, опять же, никаких видео... Вы считаете, что это была фальсификация? Не только я считаю. И суд? Настолько... Грубо, да? Суд не успел никак посчитать. Комичная ситуация заключается в том, что настолько, видимо, торопились, что, ну, как бы события якобы это были в один год, а представлены это материалы спустя аж два года долго расследовалось, долго рассматривалось, и оказалось, что там дату забыли написать. То есть дату себе написали того года, когда рассматривалось уже. И страна обвинения отказалась. Олег Иванович, я предлагаю прийти к консенсусу в том смысле, что, по крайней мере, нужно ставить, стороне защиты нужно ставить перед собой такой вопрос. Человека жалко. Долго ведь сидеть будет. И, вероятно, ни за что. На этом мы закончим наш, этот, беседу, и перейдем к следующей. Субтитры сделал DimaTorzok